Вот, собственно, мне этот проект нравится, собственно, всё равно мы вместе так иначе занимаемся. А другое дело, сейчас идёт такая, ну, закрытая фаза разработки, это неплохо, просто так есть. Вот, стало быть, я бы хотел понимать, вот как, если рассматривать как инвестор, да, с позиции инвестора, что бы меня не кинули. То есть, во-первых, я бы хотел понимать, что обещает за это дело и какие гарантии. И, в принципе, в принципе, значит, фиксация сейчас в этом Google табличке, она понятная, да, то есть здесь можно зафиксировать, там, когда наберётся какая-то инвесторная сумма, тогда, как бы, это в блокчейн записать. Опять же, блокчейн привязать можно прямо сейчас, это взять, выпустить свои асеты на Next, да, например. И это, в принципе, делается там очень легко. Давай сделаем так, чтобы я мог уже так зафиксировать трудовые, чтобы я вот начал уже, прям, например, вбивать там ежедневно, на постоянной основе, там, ты, допустим, там сделал вот что-нибудь, я там у тебя отчёт собрал, что ты сегодня сделал, там, провёл планёрку, там, полтора часа, там, то-то-то. То есть мы сели в команду, вы оценили какой-то денежный эквивалентство в обклады твоей, ну, там, допустим, ты сегодня в свой час, там, 20 долларов, ну, к примеру, все согласны, согласны, как-то там всё, тебе рассчитали тебе, 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 и план, ты, да, да, я согласен, то есть, собственно, мы так и делаем, такого же части, вот, редко там собирается. А у меня первый вопрос, проект какой? Проект Виртуальный Кооператив. О, то есть проект уже другой получается, потому что раньше это название, в общем-то, не слышал. Хорошо, если... Ну, я его уже, как бы, говорил, уже, наверное, месяц, два назад, когда мы, там, ещё, с нами было, как-то называется, Тимур, когда мы рисовали структуры, как бы, там, инструментарий, хорошо, пускай будет Виртуальный Кооператив, а проект ФриПи тогда тут причём? Проект ФриПи, он входит полностью в Виртуальный Кооператив. Так, хорошо, то есть, значит, проект ФриПи является подпроектом, значит, Виртуального Кооператива. Значит, те, кто работает над Виртуальным, ой, над ФриПи, они об этом знают? стало быть получается следующий вопрос свою валюту вот и целевой паевой взнос ответный проект получается виртуальный кооператив это твой проект как бы я сказал бы что не мой наш потому что в нем много проектов поэтому я хотел чтобы это было коллективное управление коллективная безответственность все-таки ну да когда будет алгоритм когда-то можно будет антируйте туда понятно но на данный момент роль ответственного движения там как бы денежных средств наложиться на кого-то не было хотелось понимать собственно про какой проект идет речь и кто собственно является ответственным лицом вот получается если говорим про припи да и я поддерживаю на проект припи я с богданом веду речь и ему перечисляют там какие средства с помощью автоматизированных платежных механизмов или напрямую там перечисления биткоинов или каких-нибудь других там давай мы дальше сделаем биткоинов я бы хотел такую систему для виртуального кооператива большого куда будет идти множество проектов отточить эту технологию допустим на припи то есть мы его регистрируем как кооператив потребительское общество международное и на блокчейне фиксируем все планы ну и плюс дополнительная бухгалтерия но у него она как бы создаем кооператив предприятие общество программистов вот как бы получается что его уже люди даже с питера готовы уносить чтобы этот именно инструментарий который мы отрезаем чтобы он был речь дома то есть уже с питера парни готовы тоже участвовать и с Москвы готовы как бы сам участвовать пилот сам который готов к себе деньги готов к себе труд то есть у нас уже больше десяти человек даже можно собрать ну я могу собрать больше которые будут готовы носить туда вкладывать это можно уже фиксировать желательно саду на блокчейн ну хорошо я согласен мы можем это фиксировать в блокчейне плюс дополнительно еще фиксировать это и в реальной бухгалтерии то есть есть бухгалтер которая готова тоже носить свой видовый байк скажем наши ваши деятели ну да я посмотрел видео хорошо хорошо вот смотри а если берем вот этот документ давай еще раз скину сюда в скайп да 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 проект который инициировал рустам еще на пароходе мне очень понравилось потому что фактически вот только что я и фактически потом с кости диченко вместе вот фрибе с богданом но рустам он первый он занимается этим уже там лет пять да видишь я просто не понял как тут что рассчитывается поэтому я его посмотрел думаю ну как ну как ну как скайп 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 нс да весь образный порядок то есть самое старое внизу самое новое вверху а сумма вверху вклад 5 миллионов у меня получается рублей по курсу 150 рублей за единицу одна единица примерно два доллара вот вот одна единица это чувак ну просто вложено это как бы оценивается большей частью с вот это количество раз пообщался одна единица да а если надо сидеть и программировать тут уже сложнее вот это оценивается результатом и здесь сначала готовится задача но потом допустим если кто то общается как бы да и вот ну бывает жарная работа то есть ты бывает программируешь как бы и не напрягаешь свой мозг сидишь автоматиками там печатаешь вообще не напрягаешь чинек слипьешь там альт шифт там кнопочки нажимаешь ну так то ну ну это просто пример я понимаю про что ты говоришь я согласен с этим потому что происходит какой-нибудь там серьезная мозговая штука я понимаю про это говорить так вот я как бы сам как программист да я раньше смотрел несколько по-иному сейчас я в разных ролях уже побывал и там лидером в общем есть составляющая которая называется риск вот оплата за риск когда ты вкладываешь свой собственный труд или там в общем короче вкладываешь без оплаты и получаешь какие-то единицы как бы они могут потом вырасти в цене или или упасть в цене значит человек который просто продал свой труд он оплату свою забрал по номиналу и ушел все в рублях там или в доллар в чем угодно так вот значит по поводу общения по скайпу общение по скайпу конечно требует квалификации да но как сказать здесь здесь по задачам все-таки общение оно большей частью именно вот как общение а задача это решение то есть это достижение какого-то результата если есть задача допустим договориться с человеком ты можешь пять минут о нем с ним договариваться договориться можешь там ходить в месяц вокруг него там чего угодно делать да главное чтобы договорился оплата идет не за время проведенное оплата идет за результат понятно да вот общение по скайпу это не результат допустим да допустим нужно получить допустим например ну провести переговоры ты пошел как бы там допустим или какая-то есть цель договора допустим договор вот есть разные менеджеры продажи вот один пошел как бы да допустим и начал общаться хоп и там час сделан договор у него ушло времени один час отлично подписание договора это результат да а пришел пообщался провел переговоры это процесс вот процесс он может быть оплачен как бы одна один час потраченного времени одна единица а результат это да это уже очень хорошо там может и тысяча и миллион получится ну как бы я тоже конечно поддерживаю что они так вот так вот есть в частности сегодня с денисом рысьем общались так иначе задача их фиксировать в трейл карточках или в табличке фиксировать главное каждая задача она имеет стоимость вот значит люди могут выставлять свою стоимость да решение этой задачи ну по типу аукцион кому проще это сделать ну например провести переговоры в красноярске да могу я конечно это провести да слетать туда или можешь ты съездить тебе конечно проще вот например да вот соответственно каждый выставляет некоторую свою стоимость за какую он готов эту задачу решить и тот человек который выставляет наименьшую стоимость как бы берет на себя эту задачу и делает ну принцип аукцион понятно да главное чтобы результат был вот то есть соответственно если взялся и не сделал ну карму вот соответственно не надо обещать того чего сделать не может вот как бы это вот то что вот сейчас я проговорю да оно относится к проекту здесь я назвал расчетная система или там айти расчетный центр под это делаю я как раз хочу использовать там либра . центр доменко не так давно приобрел ален да да вот и вот честно говоря вот сколько мы с богданом общаемся переговаривали вот мне кажется что у него до конца еще пока не сформировано видение по эмиссии да как бы идея есть а ну как бы я ну я не понимаю да и поэтому у нас получается что ну как то в общем ну как то у тебя есть четкое понимание эмиссии то есть я могу объяснить да а значит есть мера стоимости вот это либо маленькую пускай там назовем одна единица равна 2 доллара 2 2 долларов на данный момент да в перспективе может меняться но это всегда примерно соответствует почему она меняется а она меняется от курса доллара по отношению к человеческому труду вот который выражается один час труда разнорабочего вот то есть о чем это говорит а человек там 8 часов в день да там сколько 20 часов короче 20 дней получается 100 часов в месяц он работает то есть он зарабатывает 100 единиц да не знаю это это минимум это в принципе минимум какой а может быть у человека который не обладает никакой квалификации просто вот пришел на работу отсидел 8 часов получил свои вот вот это минимум это предел что сам минимум есть прожиточный минимум нет это не относится к прожиточному минимуму это тот минимум который человек зарабатывает это примерно 16 тысяч рублей на которой в принципе теоретически можно прожить вот ну не в москве конечно да в общем прожить можно это в россии в смысле в другой стране там конечно другой будет минимум зависит от конечно затрат но именно среднее взвешенное по миру берем потому что в общем то ведем деятельность в интернете а в интернете все равны не знаю мне кажется я сам какие-то цифры просто узнаешь откуда данные статистические какие-то непонятные откуда они эти цифры тоже берутся тоже непонятно вот мы решили что мы платим учителям 10 тысяч рублей просто так давай-ка платим 10 тысяч рублей ну давай все 50 они же такие крутые чуваки давай будем 50 рублей просто и среди статистически получилось что 25 тысяч рублей ну как бы средние 25 хотя у других 50 ну более того у кого-то 10 у кого-то 500 в среднем каждый из нас получает хорошо вот ну как бы я сейчас в демагогию давай все-таки сейчас ночь уже да сейчас спать хочется в демагогию бы не вдавался да я могу обеспечить все рассказать мое предложение заключается в том что значит проект фрипи это очень хорошо вот как бы полезное дело замечательно но я к этому проекту отношений не имею да просто я не понимаю да что там происходит проектов очень много я каждый день там смотрю ленту да который там десятками проекты появляются вот фрипи ну как бы очередной тоже проект который в общем хороший замечательно ну и чего я причем да участвовать да интересно вопрос какие условия участия как там запись производится какие коины какая планируется разработка я когда с богданом общался я не получил ответа вот честно мы ваш свидетель да значит мы общались часа три я богдану все задавал вопрос как эмиссия да производится каким принципом он понимаешь с чем вся проблема когда ты общаешься с богданом и думаешь что если он сказал то это как бы все как бы решено это конечно вариант а получается что не так проект коллективный богдан является проект коллективный я вам предложу решение если оно лучше чем мое вот вот три критерия я понимаю это это все естественно хорошо но пускай пускай я не с богданом буду общаться пускай я буду с кем-то другим общаться да человеком который знает как в проекте фрипи будет реализовано в перспективе потом вот покажи мне пальцем на этого человека либо можешь сдать ссылку допустим на ответы вопросы да факт вот то есть и меня это устроит но пока я получил ответы да из всего того что я видел которые меня не устраивают то есть что в итоге я хочу сделать чтобы единица была именно эквивалентом ну там иисус то есть без набавленной стоимости без внутри мы обменивались чисто товарами и ту и по всей стоимости хорошо я с этим согласен вот смотри я например сейчас вкладываю ну опять же из того что богдан написал там мельком где-то прочитал о том что когда я покупаю fpn собственного богдана то потом я могу за эти fpn которые у меня на счету будут виртуально я могу приобрести труд разработчиков вот по ставке один час разработчика равно 1 fpn free penny вот а значит ставка у богдана там порядка 20 долларов в час ну у ребят и работают они по времени то есть не за результат берут оплату а берут за проведенное время что меня в принципе не устраивает потому что программист может там сто часов просидеть и ничего не сделать понимаешь да вот меня у меня всегда интересует результат и вот мы с богданом в общем-то разговаривали как бы на такую тему чтобы он присоединился к проекту элефант да в качестве разработчика ну или в качестве менеджера значит для разработки на что он ответил что вот пожалуйста по как бы по затраченному времени сколько мы времени потратим столько и оплачиваете ну блин слушай ну при всем уважении ну как я могу там заказчику это вообще сказать типа вы нам заплатите а мы потом подумаем ну как бы посидим там часов 100 потратим и ничего не сделаем на фига да всегда можно общаться правильно то есть мы говорим на подтверждаем задачу конкретную то есть он говорит я решу ее за пять часов ты говоришь я решу ее за пять часов отлично когда есть конкуренция когда есть несколько вариантов да за сколько тот или иной человек сделает вот тут я согласен в данном случае когда я при пенни покупаю а за якобы потом кто-то сделает то возникает вопрос кто это может сделать кроме богдана я вот пока не знаю нет я